так здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас прямой эфир я впервые делаю эфир и как бы приглашаю кого-то на свой эфир но я надеюсь возможно это будет не один раз возможно мы это будем делать постоянно всем привет всем привет сегодня просто у меня обалденный гость это лидер это жизнерадостный позитивный такой человечек и на самом деле этот парень когда-то изменил мою жизнь ну можно так сказать да он наверное еще об этом не знает я сегодня расскажу немножечко это юрий сериага с латвии это парень с дцп но он лидер компании топ лидер компании coral club да и сегодня я хоть и хочу чтобы он рассказал нам всем свою историю вот сейчас наверное я попробую его добавить так а как добавить сейчас ждем привет привет дорогой слышно видно да слышно вот мне нормально слышно ребята напишите пожалуйста как слышно видно да как слышно юрица вот я юрис сейчас я попрошу тебе представиться если еще захочешь я просто хочу рассказать тебе потому что ты тоже не знаешь в семнадцатом году вот я впервые тебя увидел на на нашем форуме да ты там рассказывал свои результаты и вот я так тогда вот чтобы ты понимал я до этого времени я не сильно верил в эту систему оздоровления потому что я врач знаешь я очень скептически относился да я себя восстановил там все было круто но то что я могу помогать другим людям я в принципе это не верил благодаря тебе я я действительно поверил в то что ну это реально и что эта система действительно работает и благодаря тебе благодаря тому что я увидел твой результат я работаю с дцп уже наверное около восьми лет с детками взрослыми с после инсультными больными да с разными людьми и вот я сейчас внедряю вот эту систему и я благодаря тебе я просто понял что какой инструмент у меня в руках и вот сейчас я вот вот работаю поэтому вообще огромное тебе благодарность что согласился на эфир вот можешь представиться потому что мои мои подписчики точно тебя не ставят скорее всего ну большинство да спасибо и тебе за приглашение да я тебя тоже видел в эфире в одном да ну как и как Александр уже говорил я из Латвии Риги да ну по диагноз ДЦП вот и самая большая проблема у меня это спастиха да вот и она благодаря коралловому группу ну эту ситуацию гораздо лучше чем было да вот и если говорить о результатах то в начале когда я узнал про коралловый клуб и концепцию здоровья я сразу же начал все делать по концепции здоровья вот и конечно в первый месяц я только учился воду пить достаточно много и это было нелегко потому что как и все я раньше тоже очень мало пил воду а потом через месяц ну предупреждаю сразу это мне никто не сказал что нельзя и так я через месяц уже начал скалорады вот и тогда вот и тогда начались тогда и началась веселая жизнь да я уже на кровати на первом в первый день же да и особенно ночью к ночью да я уже кайфа кайфовал да от того что меня ну как сказать а насчет спастики это ну ну спастика отошла да стало меньше меньше спастики наверное вот так да стало меньше уже на первый день калавады да на первый день калавады это вечером да ощущения были ну просто не рассказать да я я готов я готов я готов был бы повторить если это возможно но конечно сейчас я понимаю что тогда шла интенсивная очистка организма плюс плюс нагрузка на печень да потому что ну в первую же ночь из-за очистки что печень очистилась это пот везде был да это ну это уже но токсины токсины выходили это нормально да токсины выходили но это получается юрис это ты вообще без подготовки к калаваде пришел да просто да желательно конечно же но сейчас ты уже понимаешь что я думаю уже не одну калаваду прошел наверное да я сейчас уже сел на калаваде тоже после египта после египта да я вот сейчас планирую на детокс после египта потому что там такое питание было что еще все включено вот и конечно с того момента с того вечера и начались результаты результат и результат после результата да это ну все время день за днем да это то есть каждый день какой-то новый результат уже был ну то есть чувствовал улучшение с каждым днем да на калаваде да и особенно это облегчение спастики да вот и даже даже до такого результата дошел что что даже левые да левые руки левая рука у меня хуже даже левые руки маленькая моторика начала работать а мелкая моторика ну это вообще круто но я еще знаю что при твоем виде дцп очень тяжело контролировать язык то есть очень тяжело разговаривать да мне ну я я помню как ты в семнадцатом году как тебе было ну я тебя понимал ну и все понимали да и вот как сейчас сейчас ты вообще круто говоришь я вообще молодец да насчет речи я не сумею сказать ну все вроде так говорят что лучше разговаривать то лучше да вот ну значит значит и это улучшилось да вот и конечно ну результаты результаты были и есть насчет левой руки да и они остались ну насчет маленькой моторики руки это это единственное что не осталось да это ну тот тот период да вот а что осталось 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 много надо вспоминать потому что потому что все результаты сейчас привычные да ну как будто я всегда мог делать да например раньше левая 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 рука ну большинство времени держалась согнутая вверху и в кулаке и в кулаке да вот держалась вверх и единственный вариант как раньше я мог отдохнуть от спастики от левой руки это сесть на нее ну да буквально и тогда она отключилась а сейчас нет такой проблемы когда выхожу на улицу тогда спокойно могу положить левую руку на ногу или на эту ну на не знаю как на коляску да на коляску давай я объясню я немножечко объясню людям чтобы они понимали о чем мы вообще сейчас говорим и что это за результаты да при спастическом дцп ребята очень сильно зажимаются мышцы и они не отпускаются вот представляете что вы вот сжали бицепс и вот вы так держите его и вы его не отпускаете то есть понимаете какая нагрузка идет на мышцы на связочный аппарат на ну на все да на суставы и вот представьте это постоянно то есть это не просто там пять минут или три минуты или 30 секунд а так постоянно и конечно это и боль и очень много молочной кислоты выделяется всегда и это интоксикация организма еще дополнительно идет да вот представляете что уже вот ну я вот этого не знал да спасибо тебе юрист и мы уже на коловаде начала отпускать вот эту спастику и вот то что юрист говорил что рука может отдыхать то есть можно ее расслабить представить ну чтобы вы понимали о чем мы говорим что это действительно крутые результаты да ну при таком состоянии это очень круто да 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 и еще результаты которые я помню и которые есть еще раньше раньше перед перед ну концепцией здоровья я не мог сесть глубоко в кресло да потому что если если даже удалось сесть глубоко в кресло то то в следующую минуту спастика ну как бы выбрасывало тебя с коляса да сейчас с этим тоже нет проблем я могу сесть глубоко и спокойно сидеть да да вот это то что знаешь что первое я заметил когда вот в семнадцатом году ты выступал с результатами то что ты сидел ну где-то там в парке ты сидел на лавочке да и просто сам сидел вот вот просто сам сидел и я понимал что ну это уже результат уже дальше можно было ничего не показывать и не говорить потому что при таком виде ну действительно это спастика она просто ну разжимает тело полностью да ну напрягает все тело и просто выбрасывает человека ну с коляски да нас сегодня много смотрят мамочек у которых тоже дети с ДЦП и они точно понимают что это такое вот мы недавно запустили проект особенные дети мы там работаем с восстановлением да вот этих всех состояний не только с ДЦП разными разными детками да особенными вот поэтому ну этот очень очень важный эфир и очень очень классно что мы можем вот помогать другим когда это было Юрис когда ты впервые проходил Калаваду сколько это лет это уже восемь лет назад восемь лет да круто восемь лет назад да сколько тебе тогда было где-то двадцать девять если не ошибаюсь или двадцать восемь надо считать да да ну пускай пускай даже двадцать восемь представляете ребята двадцать восемь лет а не нельзя было разогнуть левую руку да я так понимаю из-за спастики ну не буквально да ну большинство времени да большинство времени оно было зажато ну круто круто а меня вот знаешь что интересует вот то что чем я очень сильно вдохновился еще в прошлом году когда тебя награждали мастером знаешь я вообще очень эмоциональный человек и я просто рыдал не то что я плакал а я просто рыдал потому что я вспомнил тебя да я вспомнил что вот вот кто меня кто меня включил в этой компании да и я был я был счастлив что ты действительно ведешь за собой людей что ты помогаешь как ты пришел к тому чтобы ну здесь развиваться как ну как в бизнесе да как предприниматель ну я целый год только пил продукт и шел по концепции здоровья я по бизнес по возможности вообще ничего не знал я только через год узнал когда меня пригласили на события и тогда я я увидел всю всю картину все возможности которые предоставляет компания и индустрию как такую я конечно слышал про сетевой индустрии но раньше я как бы не очень ну интересовался да и на событии все мне я уже в голове свой первый план составил да я понял что это то что я реально искал и то чем я могу заниматься круто круто и как ты начинал вот многие знаешь я вот приехал из египта и конечно же собрал своих лидеров да и вот я вдохновился там вот куда идет компания куда идем мы и вот люди всегда говорят вот это не это не мое да это это я я не умею это делать у меня нету окружения ну знаешь много разных я так называю отмазок да а вот а у тебя вообще нету было отмазок у тебя вообще никаких отмазок у тебя все прекрасно как 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 тебе было начинать кто тебя слышал как вообще это все происходило ну как я уже говорил у меня на событии возник план уже это как я по профессии программист да и мне сразу же идея возникла что без собственной домашней страницы мне ну я ничего не смогу достичь да и так как ну свой свой веб-сайт я делал года четыре да в нон-стопе это я даже вспоминать не хочу да куда еще куда еще повторить да вот но вот и веб-сайт мой основной инструмент да как люди меня находят с любой точки земли вот и и тоже один из партнеров пришел как раз через домашнюю страницу через здоровье класс а еще какими-то инструментами пользовался там звонки переписка да ну нет пробовать пробовал пару раз только пару раз да пару раз ну нет мы не работаем с звонками нет мы так не работаем ну в начале конечно я пробовал испробовал все да вот но мы работаем через соцсети да через события у нас регулярные события в зум скрытые там каждую неделю вот и завтра будет вот и вот так мы работаем все то есть ты сам сам проводишь зумы да встречи все эти в интернете ну я больше техническая часть да ага поддержка вот классно девушки уже ну конечно то есть твоя команда твоя уже уже твоя команда да работа команда ну конечно есть я тоже ну как бы участвую и какую-то часть часть семьи я тоже рассказываю например классно мне вот знаешь интересно вот я помню ты говорил что ты хотел помогать людям и понимал что сам сам ты не справишься и вот нашел людей которые имеют те возможности чтобы помогать вот это все распространять мне интересно вот сколько в твоей структуре вот в твоей вообще команде людей с результатами вот сколько уже людей пользуется продукцией благодаря тебе благодаря тому что ты кому-то рассказал сказал с результатами трудно будет сказать но в моей команде это уже полтора тысячи людей вау полтора тысячи людей вот ребята представьте благодаря юрису юрис непосредственно принял участие в изменении качества здоровья полтора тысячи людей вот это круто вот у меня только сто с копеечками да пока что но я работаю над этим но у меня еще совсем маленькая команда вот да у меня только начало но я просто знаю точно что я на правильном пути потому что я как врач я всегда хотел помогать людям и тот инструмент что дала мне медицина традиционная да ну он не дает не то что не давал а он в принципе не дает те результаты которые я хотел да я хотел чтобы человек вот после встречи со мной чтобы я ему что-то дал и он пошел и больше ко мне не приходил то есть чтобы он пошел здоровый да но медицина к сожалению ну здесь не помогает да медицина не работает в плане здоровья вообще и вот я понял когда вот я после твоих эфиров да то что я увидел после моих результатов и уже результатов моих людей я понимаю что это самый крутой инструмент действительно то что я хотел вот конечно это не всем возможно подойдет но вот юрис уже помог полтора тысячи людей вот это уже тоже моя бы такая цель помочь такому огромному количеству людей да и вот вот нам нам люди пишут благодарность вот верочка пишет что счастлива да да верочка это тоже вот все вот в наших руках ну и если говорить о бизнесе то сколько людей в твоей команде уже зарабатывает деньги тоже благодаря тебе где-то около плюс-минус сорок пятьдесят так где-то пятьдесят да пятьдесят да круто ну я знаю что в твоей команде есть мастер это уже вообще большой ранг и то есть пятьдесят людей которые изменили не только свое качество здоровья а в принципе свою жизнь да сто процентов так что вот это то о чем мы говорим всегда да что есть возможность помогать людям вот эта ценность которую несет компания да действительно творить добро помогать людям и ты вот как когда вот решил заниматься сетевым маркетингом ну то есть решил заниматься компанией у тебя были какие-то стереотипы что вот это сетевой вот как у некоторых людей знаешь есть такие стереотипы что это сетевой маркетинг это ну что-то гадостное да это какой-то мотив у тебя были какие-то такие вот остановки что вот не делать этого вот я не буду этим заниматься на одну секунду такая мысль возникла, когда на событии был, то возникла такая мысль, но буквально на секунду, на две я быстро все изанализировал и понял, что это все легально, все тому подобное, и то, что продукт работает, это главное, да, и, конечно, я знал, я понял, что, потому что как раз тогда меня пытались, ну, как бы влечь в нелегальный бизнес, это, как говорится, как все путают, да, с финансовой пирамидой, да, и это я все изанализировал, да, и все, без вопросов. Вот, это то, что отличает вот осознанного человека, он, ну, от умного, наверное, да, что он анализирует, да, не говорит да, не говорит нет, а анализирует, вот то, что Юрий сейчас вот говорит, это классно. Я вот не умел анализировать ничего, и я долго сидел на продуктах, сам себе помогал, там, другим помогал, и вот сейчас решил заниматься этим как бизнесом, потому что понимаешь, что если я хочу, вот как ты, да, помог уже полтора тысячи, я хочу тысячу, если я хочу помочь тысячу людей, то я сам не справлюсь, мне надо найти таких же людей, которые тоже хотят помогать людям, да, которые готовы тоже нести эту информацию, потому что все, что мы делаем, да, мы несем информацию, мы рассказываем людям, как быть здоровым, что есть такая возможность, да, но помимо того еще и вот изменить качество людей, качество людей, и качество людей, кстати, тоже, да, у тебя, наверное, 100% поменялось окружение, да, после того, как ты, ну, и я точно знаю, что у тебя изменилась жизнь кардинально, да, вот если нас сейчас смотрят много, возможно, кто-то будет смотреть это в записи, вот люди, которые имеют какие-то состояние, и вот они думают, что все, жизнь закончилась, да, Юрий, скажи, сколько ты стран уже увидел, благодаря тому, что ты в компании Коралл Клаб? Ну, Египет, это уже шестая страна была. Египет шестая, шесть стран. Это за сколько лет? Ну, за, ну, окей, ну, как начал один год, не считай, а семь лет. За семь лет, да, за семь лет, да, ну, мало кто с такими вот состояниями может себе позволить куда-то, да. Я, у нас не принято там чеками меряться, да, и рассказывать, кто сколько зарабатывает, но 100%, что сколько ты говорил, уже 20 раз больше? Да, 20 раз больше, чем пособие по инвалидности. Вот, ребята, 20 раз больше, да, это совсем другая жизнь уже, многие говорят, что счастье не в деньгах, ребята согласен, счастье в их количестве, потому что 98% наших потребностей мы удовлетворяем благодаря деньгам, да, мы себе питание не можем купить, проживание, передвижение, да, ну, все, все за деньги, поэтому качество жизни меняется 100%, правда? Да, однозначно. Вот, ну и окружение, я думаю, что такое окружение, которое есть в Коралл Клаб, я видел твою команду, я видел твою команду в Египте, все такие позитивные, все такие жизнерадостные, ну, у нас, в принципе, все такие, но все, конечно же, идет от лидера, да, чем, какой вот лидер крутой, позитивный, жизнерадостный, вот, я вот обожаю таких людей, что, знаешь, часто я встречаюсь с людьми, которые очень часто употребляют слово «я не могу», вот я не могу это, не могу это, да, не могу там поехать куда-то, да, а вот я люблю таких людей, как ты, у которых в лексиконе нету такого слова, нету слова «не могу», да, потому что если, если вот, ну, ты смог, 100% сможет каждый, правда? Конечно. Вот, я согласен с этим полностью. Вот, знаешь что, я бы хотел, вот, чтобы у нас эфир не закончился, а, не, не, у нас еще куча времени, я что-то подумал, что уже… Полчаса еще. Да, еще полчаса, еще можем поговорить, еще можем поговорить. А я расскажу, можно, Юрис, я тебя тоже добавлю в наш проект, да, «Особенные дети», тоже как уже такого профи-эксперта, да, который уже прошел, мы там занимаемся восстановлением таких разных деток с какими-то вопросами, вот, буду рад, спишемся еще обязательно. Так, я не вижу комментариев, ребята, если есть вопросы, спрашивайте, мы будем отвечать. Да. Ну, в частности, Юрис будет отвечать. Да, там был вопрос, я помню, ну, перед Коралловым Крупом я не работал, и, ну, не работал в принципе, да, я перед Коралловым Крупом как раз закончил вуз, магистратуру компьютерных наук, да, и, ну, после вуза, и, ну, конечно, пытался найти работу, как я уже говорил, нашел максимум, это, место практики, да, и это все, да, и дошел до Коралловым Крупа. Ну, то есть, работу ты не мог найти по своей специальности, да? Да, я и, я и понимал, что я не справлюсь, это, я уже почувствовал на практике, что мое состояние здоровья ухудшается, да, это место практики было на полгода, но я, ну, мы все договорились, что я уже через четвертом или пятом месяце, ну, я ушел уже, да, я не мог, да, но нравится, нравилось, да, это, конечно. Ну, это тебе пригодилось, конечно, специальность твоя пригодилась. Да, 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 конечно, вот, и так и я попал в Коралловом Клубе, меня знакомый человек познакомил, рассказал. А как вообще произошла вот встреча с Коралловым Клубом? У меня своя интересная история, а вот мне интересно, как вообще ты познакомился с Коралл Клуб? Ну, меня просто знакомый человек рассказал, что есть такая компания, что надо все пройти, концепты здоровья. Я этому человеку, ну, верю и доверяю, и без вопросов. Я сразу, сразу же все пошел по концепту здоровья. А чем он тебя зацепил? Что он такого сказал, что ты решил попробовать? А, результаты пару, если не ошибаюсь, рассказал, да. Рассказал результаты. Ну, да, это то, что всегда работает. Это то, что дает 100%, наша концепция здоровья, она дает 100% результат, да. Какой? Зависит от человека, конечно, и от его вопросов по здоровью, да. Но дает 100%. Я это всегда гарантирую, и вот у меня тоже многие люди получают такие результаты. Ну, потому что все, если идти по системе, ты, конечно же, рискнул просто на коловаду сразу пойти. Ну, молодец, молодец. Но зато получил свои первые результаты. Да, да, да. А потом еще проходил, когда проходил уже вторую систему, результаты улучшались? Ты думал, думаешь, по второму кругу? Да. Это я уже не помню. Ну, я помню, что вот этот весь год был такой активный, и что результаты все время появлялись, ну, и, ну, и самый, самый последний результат я заметил, по-моему, только через пару лет, я даже, по-моему, недавно, ну, лет два назад где-то, да, когда я заметил, я попробовал, да, и тогда я понял, так, как объяснить, вот я могу сесть, ну, на что-то очень низкое, понимаешь? Не на диван, диван это высоко, это нормально, да, но, например, где, это, лестница, маленькая лестница, например, вот на такую высоту низкую я заметил, что могу сесть и посидеть, да. Раньше это просто невозможно было. Это нереально было. И с пластика сразу же, ну, это меня перекинуло назад, на спину, да. Вот еще такой результат, классный. О, класс. Да. Да, круто. Круто, ну, и, блин, спасибо, я тащусь от их результатов на самом деле, да, потому что, ну, я работаю с такими детками, да, взрослыми, я просто понимаю, да, не все, возможно, не все наши зрители будут понимать, да, но я просто хочу, чтобы вы понимали, что это очень огромные результаты, это очень крутые результаты, да, при таких состояниях. Да, ну, в принципе, на Юриса посмотреть, да, уже все видно. Да, 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 конечно, от пластика пока не избавиться мне, да, от пластика время-современем, то, ну, как бы усиливается и уменьшается, да, как когда, да, я последний раз, когда видел твой эфир, с, я забыл, как... С предлеченцем? Да. Я зафиксировал все продукты, все дозы, которые ты отчислил, я уже, я уже испробовал, да, вот. Да, эффект я уже, ну, почувствовал. Почувствовал сразу. Да, сразу, но, наверное, еще надо увеличить. Да, я тебе, мы потом с тобой еще созвонимся, и я пропишу тебе отдельно, мы поговорим, что беспокоит больше, что меньше, и я тебе еще порекомендую что-то улучшить, что-то усилить. Ну, еще поговорим, конечно, конечно. Да, конечно. Ну, с пасикой это такая штука, что, ну, она будет, ну, ты же сам понимаешь, и все люди понимают, мы не можем вылечить ДЦП, да, мы, в принципе, здесь никого не лечим, как-то, да, это факт. Но если, да, мы никого не лечим, и это круто, потому что я налечился, я 20 лет был в медицине, и вот я сейчас ушел с медицины, чтобы заниматься вот именно сетевым маркетингом, чтобы развивать компанию Coral Club, потому что я за год улучшил больше, ну, помог большему количеству людей, чем за 20 лет в медицине. То есть у меня круче результаты у моих людей, чем за 20 лет в медицине. Поэтому надо, ну, мы же все понимаем, что мы не вылечим ДЦП, но мы можем качественно улучшить состояние, именно качественно улучшить состояние, да, вот то, что Юрис говорил, что мог руку расслабить, то есть рука может отдыхать, да, ну, это же прекрасно, что, ну, мало кто это понимает, конечно, но это намного качественная жизнь получается, намного качественная. Многие говорят, вот, знаешь, встречаясь с некоторыми людьми, которые там ведут безобразный образ жизни там, и один мне сказал, что поднимает бокал пива, знаешь, так вот поднимает бокал пива и говорит, что ты там со своей водой живой, да, вот моя живая вода, знаешь, поднимает бокал пива. И говорю, ну, у тебя твоя, своя живая вода, а у меня как бы моя живая вода, да. У нас, говорю, два разных видения жизни. Он говорит, какая разница вообще, мы все умрем, зачем мне умирать здоровым? Говорю, да, это факт, мы все умрем, но вопрос не в том, когда мы умрем, как и какими, а как мы проживем эту жизнь, как мы качественно или некачественно проживем эту жизнь. И вот на самом деле надо тоже понимать, что мы можем просто улучшить качество здоровья, качество нашего тела, нашего состояния. Вот я тебе просто сейчас скажу одну фишку, вот именно тебе. Я это постоянно говорю, чтобы ты тоже понимал, что каждые 7 лет у нас абсолютно новое тело. Вот ты сам заметил, вот этот период, ты сам проговорил, что это 7 лет. И вот ты видишь крутые результаты. Через 7 лет, Юрис, вот это я тебе гарантирую, вот эфир сохранится, и через 7 лет мы его пересмотрим вместе где-то, даже не на Египте, не на Египте, не в Египте, а где-то на Мальдивах. И ты увидишь, насколько через 7 лет еще лучше будет качество твоего тела и вообще твое состояние. Потому что каждые 7 лет у нас абсолютно новое тело. И каким оно будет, зависит только от нас, от этих 7 лет. Что мы будем делать эти 7 лет. Вот ты красавчик, что ты эти 7 лет восстанавливал себя и продолжаешь это делать. Да, я даже, ну, когда узнал про коралловый клуб и получил первый результат, да, я, конечно, подумал, какие были бы результаты, если я узнал еще 10 лет, как минимум, назад, да. Как минимум, да. Это было бы в 17 лет, а представ, есть, вот если нас мамочки смотрят, да, в которых детки маленькие еще, там год, два, у меня есть очень шикарные результаты, вот мальчик ДЦП 3 года, трехлетний мальчик, да, и за 4 месяца там такие результаты, что просто, благодаря тому, что уже есть такие результаты, сейчас его берут на реабилитацию, потому что до этого, до, ну, до этой концепции, до нашей системы восстановления, он, в принципе, не двигался, вообще не двигался, и его не могли взять на реабилитацию, потому что, ну, что с ним смогут делать? Ничего реабилитологи. Сейчас он двигается, он включился, он реагирует на вопросы, он реагирует на какие-то команды, да, то есть, что-то просят, он делает, там, поднимает, опускает голову и так дальше. То есть, это слезы счастья, когда вот мама мне наговаривала результаты, я просто счастлив от того, что, ну, такие результаты. И вот, да, ты вот, правда, сказал, что вот если бы, но в нас все приходит вовремя, да, я вот считаю, что именно тогда, когда оно должно, вот представь, там, в 17 лет тебе бы подошел тот же самый мужичок и говорил бы тебе, слуха, Юрий, вот сейчас есть система, ты говоришь, какая система, иди ты все, я тебе даже не знаю, кто ты такой, да, и все, и ты бы больше не знал, что есть такая компания, а вот все приходит вовремя, поэтому классно, что ты уже здесь, и классно, что у тебя есть результаты, и классно, что ты меняешь жизни людей, потому что я считаю, что вот все кричат, что изменить мир, все хотят изменить мир, да, но изменить мир можно только через себя, изменяя себя и помогая другим. Вот то, что делаешь ты, это всегда вдохновляет не только меня, вот это подтверждает сердечки, которые, да, сейчас нам люди высылают, это вдохновляет каждого, потому что только так мы можем поменять мир, помогая другим людям, изменить себя, изменить качество жизни, изменить качество здоровья. Вот я благодарен тебе, Юрис, вообще мы с тобой будем дальше общаться еще обязательно. Я бы хотел тебя попросить, вот что бы ты хотел пожелать, вот, ну, всем, всем, кто нас смотрит и кто будет смотреть записи. Ребята, я эфир сохраню обязательно, конечно. Да, ну, я могу пожелать, ну, разобраться и идти по концепте здоровья, потому что именно концепция здоровья, это то, что делали наши предки, ну, по большому счету, да. Спасибо. Ну, конечно, раньше была другая еда, другая вода, другая вода, да. Ну, по большому счету, это то же самое, да, то, что нашим клеткам нужно каждый день, да. И это здоровый образ жизни, так или иначе, если хотим быть здоровыми, нам придется поменять все в нашей жизни, да. И привычки питания, да, и другие привычки, да, потому что параллельно надо и с собой тоже работать, да. Да, это мы на физическом уровне это все применяем, да, но есть же другие уровни, и все между собою связано, так или иначе, да. Вот, и, так что, а не бойтесь и только вперед, да, только вперед. Да, Юрий, спасибо. Здесь вопрос, кажется, был какой-то. А, сейчас. Сколько белуронов пропил, наверное, много уже, да, еще надо, еще много надо. Кстати, вот сейчас коллаген, да, сколько ты уже выпил коллаген? Два курса, сразу, ну, месяц за месяцем я выпил, да. И получил тоже первые результаты, вот. Можешь еще поделиться, еще у нас есть буквально несколько. Ну, если по коллагену, это, ну, во-первых, по ощущениям, такое ощущение, что кожа лица, ну, как по-русски, ну, жалость на место, да. А, ну, это, по кожу, но, ну, второй, почему я испробовал, это было то, что наши коллаген же тестировали немного, проверяли на полежний, да. Да, да, есть результат, вопрос. Да, да, и у меня тоже, ну, такой полежний, небольшой, да, я уже воюю с ним где-то больше 10 лет, да. Ну, конечно, я не могу утверждать, я не знаю, коллаген помог или нет, но, по-моему, по-моему, он уже начал по периметру сдвигаться, ну, это заживаться, да. Заживаться, да, это 100%, потому что, да, вот наш коллаген, вот я просто делал тоже, там, доклад по коллагену именно, да, и я пересмотрел очень много коллагенов, которые на рынке сейчас, да. И я понял, что наш самый лучший во всем, там, по дозировке, много есть морского, много есть, там, жидкого, да, но нету такого состава, как у нас. Но самое крутое, что есть в этом нашем коллагене, это размер пептидных частиц, да, он тоже пептидный, но вот именно размер пептидных частиц. Он такой, как синтезирует наш организм, вот именно по размеру, да, пептидов. И получается, что организм наш, получая наш коллаген, он не напрягается вообще, чтобы его синтезировать. Это как пришли кирпичики, и он, организм просто мурует стену, да. Вот поэтому 100% на проложнях же было, ну, исследование, да, ты же сам говорил, и я помню, что проводились исследования с проложнями, да, он действительно круто работает. Ну, класс, класс, просто продолжай дальше, я бы просто, наверное, усилил дозу, да, если ты по одну пьешь, пей спокойно утром и вечером. Ну да, я думаю, может, коллаген надо будет повторить. Да, после Калавады я тебе рекомендую, вот, купить Промарин и просто удвоить дозу. Вот многие говорили мне, что там у нас есть один топ-лидер, которая получила крутые результаты по лицу, да, на Промарине. Но она уже в возрасте, и я не сильно верил, вот скажу тебе честно, не сильно верил. Но когда в Египте я ее увидел лично, говорю, простите меня, но я должен с вами сфотографироваться, потому что люди не верят, и честно, я не верил. И она вот говорила, да, вот, да, вот такой результат, но она пила по три баночки в день, да. Ну, там и возраст и так дальше, ну, в общем, круто, круто, молодец, молодец. Очень еще круто будет работать белурон с Промарином. Вот после Калавады можно пройти белурон с Промарином, просто нельзя вместе белурон и Промарин пить. Ну, прям вместе пить, да, отдельно надо пить. А очень крутой результат будет вместе. Ну, ты думаешь, буквально вместе нельзя, да? Да, буквально вместе нельзя. То есть можно там утром, вечером, можно что-то до еды или потом после еды, попозже, да. Просто именно вместе, чтобы они в желудок не попадали вместе. Да, я понял, я так и делал. В первый раз мне так бы совпало, что я белурон параллельно с Калагеном пил, да. Но, да, интервал соблюдал, чтобы... Ну, супер, молодец, молодец, да. Юрис, я благодарю тебя вообще огромное-огромное спасибо тебе и всем, кто был с нами. Эфир я, конечно, сейчас сохраню. Ты просто мега-крутой. Я всегда восхищаюсь тобой и буду восхищаться. Я благодарю тебе за все лайфхаки, которые ты рассказал, за свои результаты, за то, что ты, в принципе, вообще такое и делаешь, да. И будем на связи. Любая помощь, обращайся, Юрис. Я всегда открыт, всегда в доступе. Спасибо за приглашение. И поздравляю с первым выбором. Ты же, сколько, понимаю, первый раз. Да, первый раз я кого-то приглашал. Да, спасибо, спасибо тебе. Все, ребята, всем спасибо, кто был с нами. Всем пока. Спасибо, Юрис. Да, пока всем. Ждем твоих новых результатов. Пока всем. Все, пока.